Всем привет, это канал про обзоры и неизменный его ведущий Роман. Сегодня я хочу поговорить, обещаю, в последний раз я занимаюсь обычным балабульством, и в следующий раз я вам что-то покажу. Но сегодня я хочу поговорить о такой теме, как мне кажется, актуальной. Многие так называемые тру-программисты являются сторонниками, адептами чистого кода, красивого кода, оптимального кода. И высмеивают тех, кто пишет код неоптимальный. Я решил как раз поговорить именно на эту тему, и я подумал, что я буду оригинальным. Боже мой, об этом никто не говорил. На самом деле говорили и довольно давно. Но тем не менее, тем не менее, я не видел ни одного курса от учебных центров, первого, третьего, от различных блогеров, программистов, которые, даже от тех, которые продают свои курсы. Не видел курса по оптимальному, по чистому, красивому коду. Мне кажется, проблема заключается как раз в этом. Мы все любим рассказывать о том, как программирование это легко. Напишем программку Hello World, нарисуем формочку, что-то там напишем. Дело в том, что надо понимать, что любую задачу можно решить правильно и неправильно. И при этом мы получим одинаковый результат в учебном примере. А еще нужно понимать, что так называемый говнокод – это неотъемлемая часть эволюции программиста. Очень странно, что тру-программисты этого не понимают. Я понимаю, что они выпустились из детского садика и сразу написали свою первую операционную систему с замечательным актуализированным кодом. Но, к сожалению, не все такие. Все учатся методом проб и ошибок. И мне кажется, высмеивать людей за то, что они пока не научились чему-то, что умеете вы, но это как-то не очень умно, не очень профессионально и выставляет вас в совершенно идиотском свете. Нет, надо мной никто не смеялся по этому поводу, просто я решил поговорить на эту тему. Это предвидя то, что могут написать в комментариях, я сейчас это говорю. Так вот, вопрос остается открытым. Как же научиться писать красивый код, оптимальный код? А нужно сначала писать неоптимальный код. Где-то я видел, даже видел на тему, что писать вверх на код это более бюджетно, если вы, допустим, работаете на себя и задачу вам нужно выполнить в срок. Вы пишете быстренько вот этот самый код, берете с заказчика меньше денег и, возможно, он к вам еще, а скорее всего, так оно и будет, он придет к вам снова за реализацией какой-либо задачи, либо вот за поддержкой существующего, да, проекта. Понятно, что не стоит таким подходом злоупотреблять, стоит стремиться к свершенносту, так сказать. Но мне кажется, перегибать палку и фанатеть от того, что ты вот все делаешь исключительно правильно, быть таким перфекционистом и снисходительно смотреть на тех, кто не такой, по вашему мнению, высокоразвитый, как вы. Проблема в образовании, проблема в отсутствии образования, я бы даже так сказал. Недавно я прослушал курс конфигурирования платформы 1С-предприятия от Белоусова и меня опечалил тот факт, что они сами осознают, что они понизили уровень квалификации программистов 1С и говорят об этом напрямую. То есть они стали предъявлять меньше требований и они стали давать, соответственно, меньше знаний. При этом за это берут деньги. А ведь чем ниже квалификация, тем больше главнокода, тем меньше чистого кода. Может быть я ошибаюсь, вы обязательно меня поправьте. Напишите об этом в комментарии на моем канале под этим видео. Получить обратную связь это всегда приятно. А я по-прежнему буду делиться с вами теми материалами в своей группе ВКонтакте 1С-шпаргалка, которую я просматриваю сам. Да, там нет какой-то единой структуры, там нет, если вы хотите с нуля научиться программировать и стать профессионалом, в моей группе этого нет. То есть оно может быть, но оно не структурировано. Вот то, что я смотрю в данный момент, те видеоролики я и выкладываю в группе. А что касается по оптимизации кода, может быть я просто чего-то не нашел. Может быть такие курсы существуют. Поэтому напишите мне об этом. Киньте ссылку. Потому что в последнее время, чем я занимаюсь на своем канале, так это обзором, критикой курсов по программированию платформе 1С-предприятия. Вот, что я планирую в ближайшем будущем из, скажем так, серьезных, из несерьезных вы знаете, что я планирую из серьезных видеороликов. Я покажу в следующий раз вам свою обработку, которую я написал в свободное время от работы. Вот, расскажу для чего я это сделал. Затем я расскажу вам о странных работодателях, которые попадались мне в процессе поиска работы. Да, недавно я искал новую работу, но мне на прежней повысили зарплату, так что я решил пока остаться там, где я есть. Вот, и еще мы поговорим о том, как подготовиться к специалисту. Я не буду, как Леонтьев Илья, делать 50 тысяч стримов. Я расскажу вам просто обо всех способах поиска информации по этому вопросу. Как платных, так и бесплатных. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, критикуйте. Подписывайтесь также на мой второй игровой канал. Скоро я там буду играть в старенькие игры. Очень старенькие. Меня тот же Леонтьев Илья обвинял в том, что я играю в старые, никому не нужные игры приставочные. Так вот, я буду играть в еще более старые, еще более никому не нужные, кроме меня, игры. На самом деле нет, на самом деле существуют каналы любителей таких игр. Вот, так что услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok